В прошлом году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. По нему отлов и отстрел бродячих собак и кошек запрещены. На реализацию нового порядка их отлова и содержания в сентябре 2022 года из областного бюджета было выделено 119 миллионов тенге. О том, что было сделано в этом направлении и что планируется еще сделать, расскажет моя коллега Зарина Удбанова. К настоящему времени областным управлением ветеринарии было освоено 56 миллионов тенге. Остаток средств в размере 63 миллионов было возвращено в бюджет. На текущий год управлением было запрошено 224 миллиона тенге. Такая сумма необходима для осуществления отлова бродячих собак, а именно содержание их в месте временной изоляции, классификация, умерщвление опасных агрессивных особей, вакцинация, стерилизация и кастрация. В прошлом году за два месяца работы было отловлено около 500 собак. Мы отлавливаем собак при обращении горожан, отвозим их в пункт временного содержания, там определяем их. Если собака не опасна и не агрессивна, мы проводим вакцинацию, стерилизуем либо кастрируем, ставим на учет. После чего выпускаем животное на волю. На ушах животных можно увидеть бирки. Это означает, что животное стерилизовано или кастрировано. Конечно, много сложностей с реализацией нового закона, так как наше общество не готово к нему. Рост числа бродячих животных, по мнению специалистов, происходит в основном из-за безответственности хозяев. Это касается, например, тех, кто летом живут на дачах. После окончания сезона многие из них оставляют животное бесхозным. Также многие владельцы животных не стерилизуют своих питомцев. И после нежеланного приплода щенков просто оставляют на улице. После ряда несчастных случаев с участием бродячих собак, беспокойство горожан по этому вопросу вполне объяснимо. Однако вопрос гуманного обращения с животным должен решаться по примеру развитых стран. В этом году планируется открыть приюты временного содержания в городе и в районных центрах. Будет выделена земля специально для этого. Эта работа будет проводиться кематом. Работа будет продолжена, и по закону мы не должны умеющлять животных. В статье 25 закона ветеринарии определены обязанности владельцев животных. В частности, ими должны быть проведена регистрация домашних питомцев. В Ак-Тубе же отсутствует система учета и контроля домашних животных, что влечет за собой безответственное обращение с ними и размножение животных. Принятие мер к владельцам собак таким образом просто невозможно. Также этот вопрос по отношению к животным ежедневно поднимают зоозащитники. К сожалению, служба отлова практически не выполняется. Какую-то часть собак они отлавливают, но какую-то часть собак, мы так подозреваем, что продолжают уничтожать. Хотя закон напрямую это запрещает. То есть статья 25 закона говорит о том, что запрещено регулирование численности бездомных животных путем их умешления. Отсутствие налаженной системы и четкого следования закона, по мнению зоозащитников, приводит к усугублению проблемы. Волонтеры при возможности посещают пункт временного содержания, привозят еду для собак и даже убирают вольеры. Они надеются, что в городе все-таки будет создан приют для животных и что горожане все-таки научатся соблюдать закон о животных. В соответствии с законом служба отлова должна ввести животного в самый ближайший пункт временного содержания, который находится к месту, где отловили животное. Соответственно, подразумевается, что в городе должно быть несколько таких пунктов, ну приютов назовем их. Но, к сожалению, на практике у нас эта тема не реализована вообще никак. То есть у нас нет никаких других вариантов, кроме НИКИ. То есть у нас заключили договор только с одним вот этим единственным пунктом временной передержки животных. При виде собак у горожан зачастую возникают опасения, особенно когда стаи собак собираются возле школы и в места, где есть дети. По некоторым данным, кастрация и стерилизация снижают уровень агрессии животных. Но и здесь вопрос спорный. Мы поинтересовались у горожан, как они относятся к данной проблеме. Я считаю, конечно, это ненормально. Но для этого нужно создавать, я считаю, эти, как их, приюты. Конечно, это ненормально, что собак много. Но ведь люди же еще сами виноваты. Они их берут, а потом выкидывают. Я не раз с этим сталкивалась просто. Уничтожать, мне кажется, не нужно. Просто как-то выделять деньги для приюта. Думать, прежде чем брать или покупать. Или даже бесплатно дворняжку на себя. Если не причиняет вред, нападает на людей, то надо плакать, наверное. Зарина Удбанова, Бахаджан Едыгеев, телеканал Октюбе.